Башкортостан Мы не случайно начали отчёт о матче Салават Юлаев Югра именно с этой композиции под названием «Башкортостан» в исполнении группы «Ас-Салям». В день игры с ханты-мансийцами все жители нашего региона отмечали День Республики, поэтому атмосфера на Уфа-арене была завязана с национальной культурой. Уже при входе в фойе гостей встречал Куштанэш-маркет, где разместились точки продаж дизайнерской авторской продукции и национальных башкирских блюд. Это башкирский мёд-суфле. Он взбивается при определенной температуре с различными добавками, сохраняет свойства самих добавок и самого мёда. Пусть и наполечен. Столь праздничная атмосфера на арене, видимо, немного смутила юлаевцев. Крайне неудачное начало от наших ребят. И уже через 17 секунд некогда любимец уфимских болельщиков Денис Хлыстов вывел югорчан вперёд. А уже после матча поздравил всех жителей родного Башкортостана с Днём Республики. Всех поздравляю с Днём Республики. Желаю здоровья, счастья, благополучия. Всех рад видеть. Всех рад видеть. Очень приятно было играть сегодня на Уфа-арене. Пропущенная шайба взбодрила уфимских хоккеистов, которые провели несколько опасных вылазок к воротам соперника, но реализовать их не смогли. Как, впрочем, и во втором игровом отрезке. Соперник же, напротив, к созданным моментам относился крайне бережно. Ещё до второго перерыва сибиряки успели забить дважды. Что самое обидное, в середине периода случился крайне неприятный эпизод, по итогам которого шайба после броска Логинова попала в уморка. И на площадке швед больше не появился. Я точно не видел. Там просто срикошетило от чужого игрока. Шайба полетела вверх. Ему в обувь головы куда-то попало. Там вроде в ухо куда-то. Я не видел точно. Пока не знаю, что с ним. Такой неприятный счёт явно не радовал болельщиков на трибунах. А вот в фойе их ждало немало приятных сюрпризов. На одной из сцен было устроено показательное выступление баяниста, который играл зажигательные башкирские мелодии. Ещё одно приятное нововведение – это очередное необычное появление уфимского хаттабыча. На этот раз он решил собирать пожелания болельщиков для хоккеистов. Отбой от желающих в этой зоне активности не наблюдалось, а «Мак и волшебник» традиционно заводил публику. Хотелось, чтобы наши хоккеисты вдохновлялись вот такими записками. Вот столько-столько записок. Например, «Салаватюлаев, шикарные ребята, здоровье, победа, много желаем». Но я думаю, что они сами прочтут вот такие дела. После таких весёлых приключений в перерыве болельщики получили ещё одну порцию непередаваемых эмоций уже во время заключительного периода. Уфимцы играли вдохновенно, проводили атаку за атакой и, наконец, забили. Этот гол стал плодом высокого индивидуального мастерства Майорова, да и всего нашего ударного звена даже в отсутствии уморка. В ситуации, когда юлаевцы забивали свою вторую шайбу в этом матче, вновь отметился Майоров, который гениальной передачей нашёл Хартикайнина, и тот из убойной позиции не промахнулся. Казалось, что хозяева спасут матч, и к этому были предпосылки. Но всё-таки забить больше не удалось. Очевидно, мы тренеры не сумели достучаться до наших игроков и показать им, доказать им, что они действительно без полной самоотдачи очень мало что представляют из себя на льду. Поэтому я считаю, это чисто тренерское поражение, потому что команда первый и второй период была просто не готова отдаваться полностью матчу и добиваться результата с потом, с кровью, и выкладываться, тем более в такой день. Болельщики уфимского клуба поражение от Югры восприняли спокойно и даже добавили юлаевцам позитивного настроения после матча, наградив двух игроков нашей команды. Андрей Гаврилов получил приз в виде фигурки вратаря за сухарь в матче с новокузнецким металлургом, а Кирилл Капризов стал обладателем ковбойской шляпы за хет-трик, которую он оформил в матче с медвежчиком. Эдуард Хизбульник, Константин Данилов, хоккейный клуб Салават Юлаев.